Привет, дорогие мои друзья, с вами, как всегда, я, Олеся Медведева, и прямо сейчас будем подводить итоги уходящего дня и говорить о том, что произошло сегодня, в среду, 6 марта, и, как всегда, начнем с ситуации на фронте. Американский институт изучения войны сообщает, что российские войска продвигаются в полях к югу от Новомихайловки на Угледарском направлении, а на Авдеевском направлении Минобороны Российской Федерации заявила об уничтожении третьего по счету Абрамса. Украина эту информацию не подтверждала. Но поскольку информация не опровергается, а подкрепляется еще и видеороликами, это говорит о том, что американские танки вовсю бросают в бой, они сейчас активно работают на фронте. Что, в свою очередь, свидетельствует о критической важности удержания обороны ВСУ под Авдеевкой. Напомню, россияне после взятия этого населенного пункта продвигаются на запад. Используя танки, украинские силы пытаются переходить в контратаку. Российские военные паблики при этом тоже пишут, что ВСУ контратакуют. Особенно сильно в Бердычах, где, к слову, были подбиты два предыдущих Абрамса. Значение этого населенного пункта, как я ранее уже поясняла, велико. Захват села позволит обойти новую украинскую оборону к западу от Авдеевки северного фланга. Военные аналитики в Российской Федерации считают, что Украина, удерживая нынешние позиции по линии Бердыча-Орловка-Тоненькая, строит западнее укрепрайон по линии Семеновка-Яснобродовка-Уманская-Новопрокоповка. То есть, они там максимально у Тоненького-Орловки и Бердычей задерживают россиян, чтобы было время построить западнее новый укрепрайон. Также западные и российские военные аналитики стали в последнее время писать о том, что ВСУ в Херсонской области начали активно применять свои авиабомбы. Институт изучения войны заявляет, что вчера Украина впервые сбросила французскую планирующую бомбу ААСМ Хаммер на позиции россиян в казачьих лагерях. Российские военные блогеры также сообщили, что в последние дни все чаще ВСУ задействуют МиГ-29 с аэродрома Вознесенск для сброса управляемых авиабомб. И Минобороны России заявила в сегодняшней сводке о сбитии такой бомбы. Форбс также писал о том, что украинцы уже вовсю используют предоставленные Франции авиабомбы. Но вряд ли их использование будет массовым, поскольку Париж их поставил Киеву в небольшом количестве. Кстати, российские авиабомбы пока на данный момент являются одной из главных проблем для ВСУ. Американский институт изучения войны заявляет, что это так. А также пишет, что невозможно независимо проверить заявление Украины о том, что она в последние две недели сбила 15 самолетов, которые эти бомбы сбрасывают. И в любом случае, как пишут эксперты, это не оказало влияния на интенсивность применения авиабомб. Российская авиация, похоже, продолжает наносить относительно большое количество ударов планирующими бомбами по Украине, несмотря на сообщения украинских официальных лиц о том, что за последние недели украинские силы сбили несколько бомбардировщиков. В предыдущем видео мы с вами уже обсуждали удар по Одессе и взрыв, который произошел в 150 метрах от Зеленского. Сначала об этом начали писать паблики о том, что просто был взрыв в Одессе, о том, что есть погибшие, есть раненые. С украинской стороны, имею в виду какие-то официальные лица, это не комментировали. И вообще новость, что взрыв произошел рядом с президентом Украины, а также с греческим премьером, появилась в греческих СМИ. И только ближе к вечеру эту ситуацию прокомментировали уже официально. Зеленский заявил, мы видели сегодня этот удар, вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю, что есть погибшие и раненые. Греческий премьер тоже высказался по этому поводу и подтвердил, что взрыв прогремел очень близко от того места, где они вместе с Зеленским находились. Он сказал, мы находились в порту, где президент Зеленский показывал и пояснял значение порта и того, что предпринимается, чтобы восстановить и усилить морской путь. В результате разговора мы услышали звук сирены, взрывы, которые были очень близко от нас. Мы не успели пойти в какое-то защищенное место. Это очень поразительный опыт. Мы понимаем, что эта война касается каждого. Это большая разница читать о войне в газетах и слышать ее собственными ушами. Эта история вообще получилась беспрецедентной. Впервые так близко к Зеленскому произошел взрыв. Да еще и в присутствии премьера, не самой враждебной Российской Федерации страны. Здесь, конечно, стоит напомнить, что в феврале Греция отказалась передать Украине системе ПВО С-300, хотя на этом настаивали США. И теперь вот глава их правительства становится свидетелем ракетного удара в 150 метрах. Все это породило версию в российских военных пабликах, что это сама Украина нанесла удар. Чтобы создать картинку для премьера Греции и обвинить Российскую Федерацию в покушении на Зеленского, ну и на премьер-министра Греции тоже. Однако позже эту конспирологию опровергло Министерство обороны России. Там официально заявили, что действительно Россия нанесла ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы, где, как они утверждают, шла подготовка к боевому применению украинских безэкипажных катеров. Безусловно, вполне может быть, что взрыв, удар и визит Зеленского в Одессу, это просто так совпало. Но при этом нельзя исключать, что россияне все-таки знали о визите Зеленского и греческого премьера в город. И все равно нанесли удар в непосредственной близости. В том числе, возможно, и с определенным символическим смыслом. Россия же прошлым летом вышла из зерновой сделки. И, возможно, этот удар имел еще и информационную цель. Показать судовладельцам опасность работы с украинскими портами. Однозначно, если там был Зеленский и греческий премьер, то об этом инциденте будут писать мировые СМИ. Поэтому, если у этого удара и был какой-то замысел, связанный с визитом Зеленского, то, скорее всего, он был именно такой. Хотя, действительно, можно допустить, что те, кто запускают ракеты, они не в курсе, где там Зеленский, какие населенные пункты посещают. Они просто могут действовать абсолютно по своему плану. Да и те судовладельцы, которые, несмотря на угрозы, посылают свои суда в Украину, прекрасно знают, что их может там ожидать. Теперь о военных перспективах. Запад активно продолжает дискутировать на тему вовлеченности НАТО в войну в Украине после того самого заявления Макрона. Но он сделал и новое заявление. Он приехал в Чехию и во время своего выступления призвал перестать быть трусами. Французский президент заявил, мы, безусловно, приближаемся к моменту, когда в Европе будет уместно не быть трусом. На это ответил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он сказал, что это как бы не имеет ничего общего с тем, чтобы решить те проблемы, с которыми сталкивается сейчас Европа по поводу помощи Украине. В общем, Германия снова призывает перестать меряться разного рода оружием, скажем так. Вообще говорит, что нельзя натовские войска отправлять в Украину и вступать в войну с Россией. В Вашингтоне также заявили, что американские военные не будут сражаться в Украине. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби даже сказал, что Зеленский их о таком никогда не просил. А вот президент Чехии Петр Павел призвал Европу искать новые пути, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине. На пресс-конференции с Макроном он сказал, давайте не ограничивать себя там, где мы не должны. Мы сами решаем, какую форму помощи мы выберем. Но дальше он дает понять, что речь не идет об участии в боевых действиях. Прозвучало это так. Речь не идет о направлении частей для участия в боевых действиях в Украине. Мы говорим об ассистировании. Но очевидно, это может быть расценено даже то, что они называют ассистированием Российской Федерации, как пробный шаг, о чем мы с вами говорили в предыдущем видео. О том, может ли НАТО все-таки вступить в войну с Россией на стороне Украины. Если не смотрели это видео, обязательно посмотрите. Но несмотря на вот эти все воинствующие заявления со всех сторон, в Украине происходит обратная тенденция. Все меньше украинцев готовы воевать до границ 1991 года. Данные опроса социз говорят о том, что впервые за период войны мнения за и против, ее продолжения до победного конца разделились практически поровну. Более 36% украинцев согласны на компромисс ради прекращения войны при посредничестве других стран, то есть выступают за переговоры. Еще 8,2% выступают за приостановку боевых действий и заморозку конфликта на нынешней линии фронта. Итого в целом за остановку войны путем компромисса в том или ином варианте выступает 44,3% опрошенных. При этом продолжение войны с выходом на границы 1991 года поддерживает 33,5% респондентов. Еще 11 хотят воевать до возврата территорий, захваченных после полномасштабного вторжения 2022 года, то есть без Крыма и ЛДНР. Это говорит о том, что всего за продолжение войны в том или ином виде выступает 44,5% украинцев, которых опросили. Отмечу, что в предыдущих опросах, которые проводились с начала полномасштабной войны, большинство украинцев выступали за войну до границ 1991 года. Но, как видим, ситуация меняется, меняются тенденции, меняется настроение украинцев. Ну, немножко перенесемся за океан. Сегодня Дональд Трамп стал, по сути, единственным кандидатом в президенты США от республиканской партии, а демократов кандидатом стал, ну, тут далеко ходить не надо, Байден. Таким образом, пара главных президентов определилась уже окончательно. И давайте посмотрим, что с рейтингами. По данным последнего исследования газеты New York Times, у Трампа 48%, а у Байдена 43%. И в контексте того, что Трамп имеет довольно высокие шансы вернуться во власть в Соединенных Штатах Америки, крайне интересные процессы начинают происходить в Украине. Газета Washington Post выяснила, что супруга президента Елена Зеленская отказалась присутствовать на обращении Байдена к Конгрессу в этот четверг, хотя ее туда официально пригласил Белый дом. Причина, озвученная Украиной, жену президента собирались посадить рядом с вдовой Навального Юлией. Это вызвало дискомфорт у украинцев из-за слов Навального о российском статусе Крыма. Однако позже выяснилось, что и Юлия Навальная отказалась принимать участие в мероприятии, сославшись на усталость. При этом Елена Зеленская все равно не будет присутствовать на Конгрессе, в любом случае, пока обратная не заявлялась. Поэтому издание называет еще одну вероятную причину отказа супруги Зеленского. Она не хочет портить отношения с республиканцами. В статье говорится, что присутствие Зеленской на выступлении президента могло бы выглядеть как слишком тесная связь с Байденом. Украина не хочет обидеть республиканцев, которые могут контролировать Белый дом в следующем году в зависимости от результатов ноябрьских выборов. Вот такая информация к вашему размышлению, дорогие мои друзья. На этом пока все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. Не забывайте подписываться на наши каналы в Ютубе. Ясно, понятно, страна Юэй и Медведева ПРО. До скорых встреч. Совсем скоро снова увидимся. Пока.